За 110 лет существования винтокрылых машин человечество создало много примечательных моделей. Добро пожаловать на канал Парадокс и сегодня мы рассмотрим 5 самых необычных вертолетов. Каман Кей Макс – это двухвинтовой вертолет с перекрещивающимися винтами, которые синхронизированы так, чтобы никогда не касаться друг друга. Созданы такие машины для перевозки на тросе массивных грузов весом до 3 тонн. Кей Макс выпускались с 1991 по 2003 годы. И главная причина такой странной конфигурации винтов заключалась в том, что при ней не нужен хвостовой винт, который потребляет энергию, и все излишки можно направить на вертикальный взлет. Два винта, вращающиеся в противоположных направлениях, нивелируют крутящий момент, который неминуемо возникает от одного большого винта. А потому Кей Макс мог поднимать большие грузы при меньшей трате энергии. Этим же объясняются его странные размеры. Так как все грузы он перевозил на длинных тросах, то пилоту приходилось визуально контролировать состояние груза, буквально выглядывая из окна. Именно поэтому вертолет такой узкий. В целом, затея с синхронетами была признана неудачной. С 2003 года их больше не производили, но в 2010-х годах Акей Макс неожиданно вспомнили, и вертолеты обрели новую, к тому же беспилотную жизнь. Ми-14 В середине 60-х годов военно-морской флот СССР ощутил острую необходимость в специализированном противолодочном вертолете, построенном на основе хорошо зарекомендовавшей себя машины. Им стал Ми-14, созданный на базе вертолета Ми-8, и имел три основные модификации. Ми-14 ПЛ – противолодочный, Ми-14 ПС – спасательный и Ми-14 БТ – тральщик. Фюзеляж Ми-14 выполнили по типу амфибия с двумя надувными поплавками бочкообразной формы по бокам объемом 4 кубических метра и убираемым четырехстоечным шасси. В процессе работ конструкция Ми-8 претерпела существенные изменения. По сути, был спроектирован новый вертолет с более мощными двигателями в 2200 лошадиных сил и новым главным редуктором. Ми-14 может перевозить более двух тонн грузов со скоростью 210 км в час, а дальность полета составляет 800 км. Ми-14 – это единственные отечественные полноценные вертолеты-амфибии, которые действительно могут садиться, рулить и взлетать с водной поверхности. Они выпускались с 1973 по 1986 годы. В настоящий момент с вооружения российского ВМФ сняты, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию, и Украине. РАХ-66 Каманч Строительство этой любопытной машины началось в 1991 году, объединенной командой фирм Боинг и Сикорский. Одним из главных требований к вертолету, которые планировалось применять, в том числе и для разведки, было сокращение заметности для средств обнаружения противника. Именно по этой причине вертолет Каманч получил столь необычный внешний вид. В соответствии с правилами технологии стелс, внешние поверхности фюзеляжа выполнены в виде плоских граней для рассеянного отражения падающего высокочастотного излучения. Также для снижения заметности подвеска вооружения и 20-мм пушечная установка ХМ-301 выполнены убирающимися фюзеляж. По имеющимся данным, весь комплекс мер по уменьшению заметности привел к достаточно высоким результатам. Так, в сравнении с вертолетом ААИ-64 Апач, эффективная поверхность рассеяния уменьшилась примерно в 600 раз. Сравнение этих вертолетов по тепловому излучению показывает четырехкратное преимущество Каманча. Несмотря на успех проекта, 23 февраля 2004 года армия США приняла решение закрыть программу вертолета Каманч. Опыт войны в Ираке и Афганистане показал, что гораздо дешевле и эффективнее использовать беспилотные самолеты-разведчики. Ми-10 Зимой 1958 года по правительственному указу в Советском Союзе началось проектирование новой машины, которая могла бы перевозить большие грузы. Ею стал новый проект конструкторского бюро Миля под названием Ми-10. Новый аппарат был создан на базе уже имеющегося вертолета Ми-6, но его особенностью было то, что он мог перевозить грузы массой в 12 тонн на расстоянии в 250 километров. Сохранив силовую установку и схему управления Ми-6, конструкторы заменили фюзеляж вертолета новым, узким и низким, в который, тем не менее, вписался отсек длиной почти 16 метров для перевозки грузов или 28 пассажиров. Во время перегонов в него можно было устанавливать дополнительные топливные баки. Минимальный клиренс вертолета составляет 3 метра 75 сантиметров, что позволяет наезжать на грузы высотой до 3,5 метров. Всего было предусмотрено две схемы транспортировки грузов вне фюзеляжа. Первый – это перевозки контейнеров с ракетами, которые удерживал захват с гидравлической системой. Второй способ – это перевозка груза на платформе, которая крепилась на стойках шасси. В 1975 году появилась гражданская версия вертолета – Ми-10К, оптимизированная для выполнения строительно-монтажных работ. Конструкторы полностью отказались от гидрозахватов и внешней платформы, уменьшили высоту шасси, что снизило вес и лобовое сопротивление. Вместо неоправдавших себя телекамер для управления вертолетом, при погрузке-разгрузке Ми-10К был оборудован второй подвесной кабиной летчика с круговым обзором и третьим комплектом рычагов управления. Сикорский С-72 Сложно сказать, чем был С-72 – вертолетом или самолетом. Именно поэтому в английской терминологии эту машину обычно называют просто – летательный аппарат. У этого винтокрыла были два турбовентиляторных двигателя, два крыла и при необходимости он мог летать вообще без роторов. Всего построили две таких машины. Первый полет состоялся 12 октября 1976 года, второй – тремя годами позже. В 1986 году на С-72 установили специфический четырехлопастный ротор X-Wing. Х-образное крыло могло быть остановлено в полете, и тогда ротор превращался в дополнительную четверку крыльев. Но в 1988 программу закрыли, и С-72 с X-Wing так и не поднялся в воздух. На этом все, друзья. Ставьте лайки и делитесь видео, если вам понравилось. А также напишите в комментариях, какой вертолет удивил вас больше всего.